всем привет я адонис мы продолжаем проходить project cars сегодня у нас гонка на ford escorte rs 1600 я вроде более-менее понял эту машину лучше стал на ней гонять даже сложность тут 80 поставил а может просто просто трасса трасса подходящая олтон парк британская трасса хорошо нам знакомая еще по формуле что погнали трасса несложная тут нету особо затяжных поворотах в которых я в принципе терял все время на этой машине такие стандартные поворотики единственное что куча перепадов высот машина очень нервная я в тюнинге полазил сильно сбавил давление в покрышках это намного улучшило поведение машины не знаю зачем так сильно все накачано было остальное включение менял так и количество топлива у нас уменьшим так но сначала пристрелка прокатимся холодные конечно же покрышки сразу прокатимся один прогревочный круг и один полу квалификационный значительно лучше машина себя стала вести со спущенными покрышками мне кажется тут еще покрытие разное на каждой трассе что машины реально по-разному себя ведут очень сильно отличается поведение на одной трассе машины поведение на другой трассе тут опасные перепадут эти в этом месте нормально а вот следующем повороте сейчас мы увидим это выход будет машина надо немножко в занос пускать так не сильно вот тут когда быстрая скорость очень опасно правило там высокие обороты вот этот поворот мы выходим на поребрик и перепад высоты очень опасно как обычно боты на непрогретых покрышках едут сразу в темпе квалификационном за один круг к сожалению покрышки не прогрелись ну ладно не страшно так вот тут на третий надо пользоваться всей шириной трассы вот так вот за это не штрафуют получилось очень быстро пройти поменьшает нам бот небольшой занос ну и нормально машина предполагает занос у меня я после этой трассы еще определение для этой машины появилась раньше мне казалось такой старый дед бывший спортсмен а теперь еще колхозник какой-то такой и за счет этой мягкой подвески сразу вспоминается фильм старый как там про дюков как они на самогон развозили на доджах в чарджерах начал доджи чарджеры дюки и откуда-то там ты тут такое же ощущение машина все время норовит заноси пройти я небольшой любитель заносов в гонке так прогрели ну пройдем еще один тогда круг покрышки прогрелись на 3 широкий выход не боимся этого широкого выхода на полном ходу тут но это зря по колхозному получилось пройти и очень чутко надо рулем работать чуть слишком мы закинем передок в занос и все вернуть машину можно конечно но с большой потери времени она с трудом возвращается обратно и резко опять в другую сторону улетает ладно это круг тоже не получится поехали на квалификацию так перейти концу сессии тут понятно ничего хорошего не вышло поехали в квалификацию думаю в квалификацию у нас получится чем хорошее так слита все до не знаю получится ли разогреть покрышки за один круг скорее всего придется два разогревочных ехать ну попробуем первый разогрев быть на втором круге проедем спокойно то есть траектория в зеленой зоне чтобы так поставить временный круг еще надо аккуратно ехать потому что часто покрышки лопаются на этой машине прям вообще очень часто на других машинах у меня вообще никогда не лопались а тут частенько бывает блин даже поздно получилось а как она в заносе проходит сразу вспоминается фильм дюки откуда-то там из хазарта там они на додже чарджере проходили по грязи и самогон развозили в деревне у этой машины примерно и того же калибра так вот сейчас боевой круг едем но не основной покрышки еще не идеальны не в идеальном состоянии тут тапок в пол сбавляем на 3 возможно было раньше переходить на вторую всю ширину используем пока что неплохо пораньше сейчас затормозим вот это место опасно и на самом деле очень сейчас я чуть не влетел стенку так используем всю ширину рановато на 3 перешел это просто была пробуксовка за этого оборота большие но это временный рекорд можно было еще быстрее так тут недолго на первой сидим может даже вообще без первой обойтись как она хочет уйти надо очень чутко чувствовать угол поворота машины идем с небольшим опережением графика но с небольшим вот сейчас опасное место этот раз лучше получилось на меньше газ дает попробуем тут улучшить очень широко прошли я думал что не засчитает ну что ж неплохой результат неплохое время постепенно совладал с этой машиной тут нет затяжных поворотов там я терял время так ничего может даже на первом месте останемся перейдем к концу сессии все таки второе место эх пол позиции не получилось алексей соболев первый 143 всего лишь мы проиграли ну учитывая то что стартуют боты плохо думаю на первое место мы можем рассчитывать три круга сколько у нас там топлива на 36 будет достаточно поехали в дождь я на этой машине еще ни разу не ездил интересно будет попробовать ух ты боже мой сумасшедший трактор при этом при всем мы на первом месте тут медленно получилось боты совсем плохо стартуют я об этом уже который раз говорю а вот зато когда на хвосте сидят они активизируются сразу по моему сейчас параллельным курсом идет кто-то так тут поширше по ой 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 вот она родимая как себя ведет стоит ее это сейчас было сумасшествие просто ее тяжело так отлавливать заразу не сбавляя ход можно конечно газ отпустить ее отловить но мы столько время потеряем очень четко чувствовать машину откуда они на такой скорости лезут я не понимаю зараза пролез обогнал но потерял очень много скорости так тут надо побыстрее вроде получилось неплохо полный тапок full throttle или throttle они говорят обычно flat out когда полный газ flat out собственно как игра называется от финских разработчиков flat out постепенно мы сживаемся с этой машинкой но она жутко нервная я очень сильно концентрируюсь чтобы не вылететь обалдеть как широко и не штрафуют то есть это норма для этой трассы не знаю не знаю это странно надо пользоваться этим ну и спущенные покрышки конечно значительно улучшили эту машину ты смотри все равно мы слишком быстро входили в поворот так тут отпустим газ все равно все равно зараза а ой машинка веселая такая нервная очень нервная нервный старый старик колхозник ты смотри что вытворяет сейчас будет лезть зараза вот будет же влезть внутрь хрен тебе куда и полез а второе место дам обидно пустил я на самом финише ах надо тренироваться с этой машиной лучше я буду с другими мая вина конечно всю гонку лидировал слишком перетормозил в конце но очень опасно машина в заносы уходит сложности 80 то я ездил на 70 там обидно на финише ну что поделаешь так 18 очков мы получили кстати опять в тренировке лучший результат это в этой игре глюк какой то наверное из-за того что мы раньше времени выходим и там симуляция без нас проходит и она почему то быстрее времени дает в гонке время между прочим не быстро было 11.5 всего лишь мы чемпионами стали в общем зачете да да первое место ну все прекрасно победили мы чемпионат эскортов ох потнейшая машина просто потнейшая поздравляем получена заслуга бронзового уровня заповедов historic tc2 эскорт classic trophy посмотрим что написали чистая работа квалификация прошла успешно теперь у нас все шансы хорошо себя показать в будущей гонке договоритесь джим карлайл возможно мы сможем улучшить конфигурацию автомобиля как тут поговорить было бы прикольно если бы еще инженер подсказывал у вас вот не хватает поворачиваемости вам следует вот те это те амортизаторы докрутить там было бы офигенно это все таки сложно так разобраться в этом все отлично борьба была жесткая но результатом я доволен надеюсь что и вы тоже кстати мышц квалификации тоже на втором месте прошли и гонка на втором ну ладно эта серия заканчивается кто смотрел спасибо до встречи